Take it easy Начнем, начнем с наших вопросов, вернее, с ваших вопросов, которые вы присылали Первый из них звучит так, вопрос к Виктории Вика, скажи, пожалуйста, как ты поддержишь свою форму? Какая диета, упражнения помогают тебе оставаться стройной? И делаешь ли ты это каждый день? Есть ли у тебя любимые упражнения? Хочу сказать, что те, кто меня не знают, мой рост метр семьдесят и мой вес пятьдесят три килограмма Соответственно, для некоторых это считается хорошей формой Ну, сегодня пятьдесят три, ну, поправилась на пару килограммов Но ничего страшного Зато я начала делать упражнения, которые помогут мне сбросить эти лишние, скажем так, ленивые килограммы, которые набралась здесь Все-таки моя жизнь в Москве и в России, она более активна, нежели в Монако Поэтому, когда я больше двигаюсь, соответственно, теряю больше килограммов Поэтому ответ таков Действительно, очень много двигаюсь Очень активная жизнь Так как сейчас нахожусь, опять же, в рамках такого, ну, не то чтобы отдыха Но, тем не менее, в такого пассивного состояния, больше для меня, казалось бы, да Безусловно, питание, это очень важно Потому что я всегда слушаю свой организм Милые мои, дорогие Мне кажется, что каждый из вас может это делать Ведь каждый раз, когда мы кушаем что-то, допустим, жирное Или, там, допустим, сладкое, очень много калорийное Или, там, допустим, выпиваем любимого напитка вечером Хочу сказать, что на следующий день наш организм дает знать, что вот-вот, что-то не так Звучит такая сигнализация Я эту сигнализацию всегда принимаю и слушаю И думаю, ага, значит, сегодня мне тяжело, сегодня, там, мне плохо Значит, что-то я неправильно покушал Важно слушать свой организм Это действительно такой некий адвайз, совет Поэтому питание Если вы хотите, действительно, заняться собой, похудеть Но, мне кажется, очень важно жить активной жизнью Не знаю, какой деятельностью вы занимаетесь, насколько вы, допустим, в своей работе или, может быть, в учёбе много сидите или много ходите, но очень важно, чтобы организм получал физические нагрузки, а именно мышечный тонус, он только приходит от того, когда вы действительно нагружаете свой организм. Когда есть тонус в мышцах, значит, это как в той рекламе, но не будем говорить, значит, тонус есть в вас. Поэтому сейчас я начала бегать. Кстати, когда я была не так давно, это было около трёх месяцев назад, я приехала из Мексики, где я работала 4 месяца над проектом «Каникулы в Мексике 2». Безумно вкусная еда, очень хорошее мясо, курица. Я, кстати, когда первый раз попробовала курицу в Мексике, я думаю, боже мой, а между мясом и кожей жёлтый жир. Я, честно говоря, такого давно не видела, потому что наши курочки, которые мы покупаем в супермаркете, обычно даже не имеют прослойки жира, а здесь было всё наоборот. Но дело не в этом. Дело в том, что я поняла, что я сейчас буду сидеть в Мексике 4 месяца. У меня работа занимала час моего активного времени в сутки, и 23 часа я была свободна, поэтому я понимала, что могу и растолстеть. Бегала, очень много бегала. Честно скажу, 3 месяца подряд бегала каждый следующий день, то есть через день. Бегала начинала я с, по-моему, 20 минут, 20 минут, на следующий день, ну, то есть через день 25, затем 30, затем 40, затем 45, ну и так далее. Каждый день прибавляем по 5 минут. Таким образом мы доводим наши активные эксцессы с упражнения до 50 минут минимум. Было время, когда я бегала час, час 05. Это занимало около 7 километров, но это не просто там прямая дорога 7 километров, 3,5 километра туда и обратно, а всё-таки там такая местность была достаточно извилистая, скажем так. Так вот, за то время, которое там было, 3 месяца бега, я помню, привела себя в очень хорошую форму, которую вы можете, кстати, увидеть сейчас на телепроекте. Вышка, которая выходит каждое воскресенье в 19 часов на Первом канале, там уже можно видеть, что мышечный тонус есть, есть хороший, но, честно скажу, занималась. Поэтому, если вы хотите похудеть, если вы хотите привести себя в хорошую форму, спорт, правильное питание и слушать свой организм. Сейчас я предлагаю послушать зажигательного Бруно Марса, который вам споёт Трезер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 очень быстро, и если это не происходит так, как вам бы хотелось, конечно же, рекомендую какой-то активный образ жизни. Хочу сказать, что я пришла в форму где-то на шестой месяц после того, как у меня появился ребеночек, потому что 4 месяца занимало грудное вскармливание, и, соответственно, полтора-два месяца за то, чтобы восстановиться. Но, опять же, хочу сказать, что очень много работало, действительно много, потому что помню, неделю я вообще не спала, ну, сон, если можно 3-4 часа в сутки, я как раз вернулась в Москву, на меня свалилось столько всего, какие-то съемки, интервью, активная жизнь, и вот за месяц после того, как я вернулась к активной жизни, я помню, что у меня осталось ни одного килограмма, даже ни одного грамма, я ровно весила 51 килограмм как и до, соответственно, беременности. Если действительно есть какие-то проблемы с весом, конечно же, лучше посоветоваться с врачом, который посмотрит на тест, который вы сделаете, мне кажется, нужно сдать кровь обязательно, гормоны и восстанавливаться уже таким путем, если вы не можете сбросить нормально. Еще мне очень нравится, знаете, многие говорят, ох, как ты можешь быть в такой форме, при этом я, я хочу быть в такой форме, но 20 часов в сутки я сижу или либо лежу. Таким радиослушателям могу сказать, что хочется посоветовать, ну, как-то, не знаю, пинок под попу дать, волшебный, есть такой волшебный пинок, правда. Кстати, только что пришло в голову, можно сходить на какой-нибудь хороший тренинг, курс, тренинг, неважно, это может быть бизнес-тренинг, это может быть тренинг личностного роста, это может быть женский тренинг и так далее, и тому подобное, может быть, ораторское искусство и все что угодно, потому что каждый, я очень много посещала подобных мероприятий, хочу сказать, что очень-очень держит вас в тонусе, пусть это может длиться там 3-4 дня, но тем не менее у вас будут новые друзья, какие-то новые знакомства, может быть, поставить перед собой новую цель. Те тренинги личностного роста, которые я посещала, в моей жизни действительно сыграли хорошую роль. Из тех тренингов, что я посещала, самый лучший был Open Forum, не то, что самый лучший, а это был действительно такой тренинг личностного роста, и у них очень хорошая программа. Соответственно, если нечем заняться, то нужно найти себе занятие, и тогда у вас не будет вопросов о том, как скинуть лишние килограммы. Кстати, там прозвучал вопрос, как перестать стесняться и стать более раскрепощенным, вот хочу сказать, что тренинги как раз отличный первый шаг, чтобы стать раскрепощенным и перестать стесняться, потому что там вас заставят говорить. Ну хорошо, сейчас я предлагаю послушать моего любимого Марка Энтони, я считаю, что это золотой голос. Многие спрашивают, а кто такой Марк Энтони? А это бывший муж Дженнифер Лопес. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Шик радио Монте-Карло Жизнь шикарна И так, следующий вопрос. Был такой вот шоу-рум, где очень были недорогие вещи, ну, примерно, допустим, по стоимости, как, ну, как бренд, допустим, Zara в Европе, потому что Zara в Европе стоит очень, ну, не скажу дешево, но, по крайней мере, очень приемлемо, не как в России. Так вот, буквально там на какую-то небольшую сумму я помню, что выглядела я очень стильно и хорошо. Хорошо. Для женщины, конечно же, важно иметь очень качественную обувь, допустим, сумочку, то есть аксессуары, да, это сумочка. Я не говорю про часы, часы это дорогое удовольствие, но должна быть, по крайней мере, точно на вас хорошая, качественная обувь, сумочка, по крайней мере, которая подходит к вашему наряду или будет универсальна ко всему. А все остальное вы можете покупать даже на рынке. И очень многие будут подходить и спрашивать, вау, где ты купил это? И когда к вам подходят и говорят, вау, что это такое, где ты купил, значит, все, значит, правильно все сделано. Я имею в виду, работает. Так вот, хочу сказать, что работала действительно много раз, неважно, сколько стоит вещь, конечно же, от качества будет зависеть, от цены зависит качество. Но, тем не менее, выглядеть можно стильно, не обязательно тратив при этом огромные деньги. Ну, здесь важно иметь вкус. Если вкуса нет, сейчас я вам, кстати, посоветую, очень много есть страничек в Инстаграм, Инстаграм, которые, допустим, делают сразу полный лук. Да, лук это когда у тебя есть подобрана уже, допустим, обувь, верх-низ, аксессуары. И вот, допустим, хотя бы акцентируя внимание свое на какие-то такие луки, буки, можно найти что-то свое. Все, каждый человек разный, конституция у каждого разная, фигура тоже, поэтому я хочу сказать, что мне, допустим, не идут вещи с V-образным вырезом. Не идут мне очень широкие рукава. Я знаю точно, что если рукав, допустим, какой там, как у Аллы Пугачевой, то мне не пойдет, потому что у меня очень тонкие руки, это смотрится вообще ужасно. Поэтому, конечно же, вы должны понимать, что вам идет, что вам не подходит, и, соответственно, оттуда вы можете взять Инстаграм, кстати, у меня тоже там есть страничка, Виктория Боня. Виктория пишется через V-I-C-T-O-R-I-A-B-O-N-Y-A. Это все в одно слово, ну, так, на всякий случай. Ну, а что касается наращивания волос, то здесь уже, наверное, такой сложный-сложный-сложный будет ответ, потому что у каждого, опять же, разные текстуры, тип волос, у кого-то тонкие, у кого-то потолще. Безопасного нет. Такого, чтобы, наверное, который... Это трессы. Знаете, такие трессы, это пряди волос на заколочках, то есть они, чесал чуть-чуть, подстегнул, снял. То есть они идут на один вечер. Ну, конечно, можно с ними спать, но потом, я думаю, что будет месс. Ну, на голове будет бардак. И это безопасно. Но если вы хотите красивые локоны, я знаю, вот смотрела раньше, думаю, боже мой, посмотри на эту Бритни Спирс. У нее вчера были короткие волосы, сегодня длинные. Посмотри на Парис Хилтон. Значит, то длинные, то короткие. И я смотрю на них, думаю, как они успевают их отращивать? А на самом деле это как раз-таки секрет наращенных волос. Технологии есть разные. Я пробовала на себе горячее наращивание. Скажу так, ну, через три месяца нужно менять. Нет такого, что вот нарастил и год буду ходить. Либо будут колтуны такие, что, мама, не говорю, придется выстригать. Либо вычесывать. Я видела много разных технологий. Есть холодное наращивание, есть наращивание капсулами, которые типа алюминиевые с силиконом внутри. Если кто-то проведет по волосам, то будет чувствоваться очень сильно, что там что-то есть. Хотя, в принципе, если любое наращивание делать, то тоже будет чувствоваться. Я делала ленточное наращивание однажды. Это было ужасно. Я прокляла все. Потому что волосы не собрать. Они как-то вот все вот там, не знаю, вот какой-то вот такой вот мотнёй собираются. Извините за выражение. Для меня был самый удобный способ наращивания. Это горячее наращивание вот как раз восковое. Ну, надеюсь, вам не придется наращивать волосы. Вы отрастите свои. Сейчас хочу предложить вам послушать Димочку Билана, которого всегда слушаю с удовольствием. Песня называется «Дотянись». Это словно окрылёк И летишь за горизонт Будто солнцем ослеплёт Как космический полёт И снова волна с головой Мне привиделось во сне Что ты тянешься рукой И прикасаешься ко мне Дотянись до меня И вокруг всё поменяй Я тону в твоих глазах Уже нет пути назад Даль лети до небес И закроем занавес Чтобы помнили всегда Как любили мы тогда Это словно океан И прекрасно, как луна Обвиняет, как дурман Это сводит нас с ума И снова волну с головой Мне привиделось во сне Что ты тянешься рукой И прикасаешься ко мне Дотянись до меня И вокруг всё поменяй Я тону в твоих глазах Уже нет пути назад Даль лети до небес И закроем занавес Чтобы помнили всегда Как любили мы тогда Изменила всё прекрасно вернее Как волшебство меня Вселилась магия твоя Отпускаю всё без сожаления И я совсем другой Теперь живу одной тобой Живу одной тобой Дотянись до меня И вокруг всё поменяй Я тону в твоих глазах Я тону в твоих глазах Уже нет пути назад Даль лети до небес И закроем занавес Чтобы помнили всегда Как любили мы тогда Дотянись до меня Дотянись до меня И вокруг всё поменяй Я тону в твоих глазах Уже нет пути назад Даль лети до небес И закроем занавес Чтобы помнили всегда Как любили мы тогда Виктория Боня Это моя авторская программа Которая называется Weekend с Викторией Боня Часовая авторская программа Weekend с Викторией Боня На Шик Радио Ты не пожалеешь Это праздничный бит Совокупость орбит Всё как надо играет Жарю утром мальвин И танцую один Остальные стесняются Не надо стесняться Музыкальный настрой Девы муки себе мой Так и хочется танцев Те, кто слышит мостол Заполняет танцпол Остальные стесняются Не надо стесняться Я самая любимая музыка Здесь играет Я нужен алкоголь А тебя ждет на танцпол Я самая любимая музыка Здесь играет Мне нужен алкоголь А тебя ждет на танцпол Я особенный тип Слышишь этот мотив Стимуляторы танцев Для десятка и ста Мысль песни проста Не надо стесняться Не надо стесняться Самая любимая музыка Здесь играет Мне нужен алкоголь А тебя ждет на танцпол Самая любимая музыка Здесь играет Мне нужен алкоголь А тебя ждет на танцпол Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я тут поняла, немножко опускаю, там действительно большое письмо, и говорят, вот что выбрать, фотоэпиляцию, электро- или лазерную. Кто-то хвалит Александровский или Александровский, Александровский аппарат, что он самый лучший, кому-то помогло фото, а другим вообще никак. Хочу сказать честно, по своему опыту, самый лучший метод, действительно всегда, это электроэпиляция. Это действительно очень долгий процесс, вам нужно будет прийти как минимум, ну, допустим, один сеанс мы делаем, мы считаем, один сеанс, это когда мы полностью, допустим, убираем всю... Даже неудобно говорить, не дай бог, мужчина слушает, скажет, господи, ну, мужчины, мы для вас стараемся, между прочим, чтобы вы могли провести по нашим ножкам и не почувствовать ничего, кроме как шелковых, шелковой кожи. Так вот, что касается электрофото и так далее, электро- это действительно действенный способ, но он занимает долгое время, то есть вам нужно будет прийти несколько раз. Плюс ко всему большой минус того, что нужно будет прийти несколько раз в год, это получается, первый раз вы пришли, сделали три месяца отдыхаем, в следующий раз пришли, три месяца отдыхаем, то есть получается, чтобы убрать полностью, полностью все те волоски, которые вам мешают, это понадобится от года до полутора, честно скажу. Ну, однако, этот способ действительно очень действенный, и вы можете расстаться со своими нелюбимыми волосиками навсегда. Что касается фотоэпиляции, должна сказать, что это облучение. Как бы вам там не говорили, что это все здорово, последние технологии, если вы делаете там, где есть лимфоузлы, в той зоне, то мне кажется, это большой риск для того, чтобы, ну, не дай бог, там, не знаю, не привело, чтобы это к чему-то плачевному после. Поэтому, мне кажется, нужно думать на такую длительную дистанцию, и здесь, опять же, электроэпиляция спасает, потому что воск, да, это там и врастающий, и потом они отрастают через неделю-две, и начинают расти партиями, одна партия, потом вторая. Бритва, конечно же, уже не актуальна, поэтому электроэпиляция. Что такое электроэпиляция? Это когда каждый божий волосок берут пинцетом и вставляют в корневую иглу, потом выпускают ток и, соответственно, убивают луковицу. Но, надо сказать, помогает действительно очень хорошо. Надеюсь, что я ответила снова на ваши вопросы. У нас закончилась наша рубрика «Вопрос-ответ». Сейчас я предлагаю послушать мою любимую Рианну. Очень, кстати, рада, что сегодня я подготовила свой плейлист, и все те песни, которые играют, действительно выбирала я для вас. So we found love. Продолжение следует... 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 окислительным и очищающим свойством это лосьон натурально обладающим ароматом пробуждает цвет кожи. Если честно, кожа... Вот, допустим, сейчас он при мне, сейчас, секундочку. Ох! Ох! Это лосьон, он как будто бы освежает. Такое ощущение, что вот пробуждение произошло. Неважно, пользуюсь я утром или вечером, вот ощущение, что кожа начала дышать. Даже если, допустим, какая-то копоть, гаря, я представляю, допустим, будучи в Москве, побрызгав свою кожу этим лосьоном тонизирующим, нет такого ощущения стянутости, как обычно это происходит. Нет ощущения, что там есть спирт, что кожу сушит. Вот это очень важно. Здесь такое ощущение, что просто кто-то подошел и какими-то там красивыми цветами, лепестками роз поводил по вашему лицу, декольте, сон с декольте, ниже опускаться не будем. Такое ощущение, что наступило утро. Я пользуюсь этим средством почти каждый день, перед тем, как выхожу на улицу. Вот, допустим, я иду на какую-то встречу, и мне хочется, чтобы взбодрилась моя кожа. Вот, я это делаю. Дальше. Есть face cleansing гель. Да, то есть это есть такой очищающий гель для лица в этой же марке, который можно использовать для того, чтобы, допустим, очищать кожу, снимать косметику и все остальное. Не сушит кожу, сразу говорю. Потому что, допустим, есть такое средство, которому я не изменяю десятилетиями уже. Hinoki называется. Японская продукция. Это такая пеночка, которая вот действительно просто невероятно хорошо смывает косметику. Тушь, не тушь, глаза не щипет, при этом очень нежно и хорошо очищает. Но дорого стоит. Итак, про лифтинг продукцию я сказала, антиэйджинг. Это действительно то, что я на себе испробовала. Всего 4 продукта купила. Лифтинг, антиэйджинг, маску, крем, а нет, 5. Вот. И moisturizing body cream. То есть это увлажняющий крем для тела. Я, допустим, вот как раз отношусь к тем людям, которые не могут после душа, допустим, не нанести что-нибудь на тело. Ну, я имею в виду увлажняющее. Потому что я чувствую себя очень, очень сухо после этого. Так вот, этот увлажняющий крем для тела мне тоже очень понравился. Ну ладно, не буду больше их пиарить, а то просто придется просить деньги за это. Ну ладно, здесь я делаю это на вдохновение, потому что мне действительно хочется поделиться тем, что мне понравилось, что я для себя открыла. Вот в этом как бы и есть, может быть, можно так сказать уникальность моего шоу. Потому что очень многие, кстати, спрашивают, Виктория, как ты вообще можешь говорить такие секреты? О них нужно молчать. Никто не должен знать. Думаю я, надо же это, это вот я бы позажабила, извините, вот там какой крем я наношу на свое тело или там какой тушь я крашу свои ресницы. Мне хочется наоборот рассказать, всем сказать, что вот это классно, действительно стоит попробовать, действительно нужная вещь. Так вот, мой бьюти-блог как раз-таки об этом. Надеюсь, что в следующей, на следующей неделе я схожу, попробую на себе какие-то новые средства, инновационные в салонах. Ну, а сейчас пока, ну, вот такая продукция. Надеюсь, что они выйдут на российский рынок, и тогда можно будет проще приобрести эту продукцию. Окей, я предлагаю сейчас сделать паузу и послушать что-нибудь такое зажигающее. Наверное, да. Пати Роксит. Я думаю, что LMFO будет нам в тему. Слушаем. Let's go! Everybody just have a good time. Party Rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. I can feel this. And even when you lose your mind, we just wanna see you. Shake that. Субтитры сделал DimaTorzok. With a drink, I gots to know. Tap jeans, tap suit, cause I'm rockin' raw. Black, half white, domino. Gang of money, open door. Yo, I'm runnin' through these homes like Drano. I got that devilish flow. Rock and roll, no halo. We party rock! Yeah, that's the crew that I'm reppin' on the rise to the top. Nolan and R. Zeppelin. Hey! Party Rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah! And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go! Party Rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Feel it, man! Don't make you lose your mind. We just wanna see you. Shake that. Every day I'm shufflin'. Don't be in shufflin'. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We gave mine don't be mad. Now stop. Hatin' is bad. One more shot for us. Another round. Please fill up. Walk up. Don't mess around. We just wanna see. You're shakin' up. Now you home with me. Get naked now. Get up. Get down. Put your hands up to the sun. Get up. Get down. Put your hands up to the sun. Get up. Get down. Put your hands up to the sun. Woo! Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Let's go! Get up. 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 Put your hands up to the sun. Put your hands up. 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 Why are you rocking to the house tonight? Woo! Everybody just have a good time. Yeah! And we gon' make you lose your life. Everybody just have a good, good, good time. Put your hands up. Put your hands up. I can feel it, baby. Put your hands up. 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 Виктория Боня. Это моя авторская программа, которая называется «Weekend с Викторией Боня». «Weekend с Викторией Боня». Ты не пожалеешь. Каждую субботу и воскресенье на Шик Радио. Каждый субботу и воскресенье на Шик Радио. Беды оставим за скобками. На заре вернемся домой. Без обид и без сожаления. Это самый счастливый день. Самый желанный. День, когда я возвращаюсь домой. День, когда я возвращаюсь домой. По изведанным тропам и новым открытиям. Мы идем, пусть и время торопит события. Тут все правильно, тут все в порядке. Как в любимом романе закладки. И счастливый финал обязательно сбудется. На заре вернемся домой. Без обид и без сожаления. Это самый счастливый день. Самый желанный день, когда я возвращаюсь домой. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в бутик Карло Ромелло в галереи Парк Палас Монако. Буду освещать все то, что происходит здесь. Ну и не только, кстати, в Монако, может быть и на Кот-де-Зур. Поэтому Тайканы, Сантропе, Низ, Монако, what else? Ну и все, что входит в Кот-де-Зур. Итак, не поверите, ребята, но совсем недавно я для себя открыла такую новость. Теперь в Монако будут производить свой мед. Итак, манегасский мед. Пчелиные ули они установили на крыше музея марок Фанвье. Два сбора урожая в год, между прочим. В июне и в сентябре. В этом году ожидается 70 килограмм. Между прочим, это не шуточки. Этот мед пойдет в школы Монако. Ух, как хорошо, моя дочечка, она же манегасска у меня. Будет учиться в Монако. Представляете, вот классно. Через там, сколько, 10 лет я пойду к ней в школу. Скажу, доченька, ну что вам давали на обед? Мама, мы кушали монаковский мед, скажет она. Еще есть хорошее мероприятие, event, которое, кстати, проходит уже не первый год Монако. Вы знаете, такую ювелирную марку, особенно они известны как марка часов Jacob & Co. В этом году у них 25-летие. В Нью-Йорке 25 лет назад они организовали, создали вот эту компанию. Я, кстати, имею честь быть знакома с сыновьями Джейкобса, которые тоже живут в Нью-Йорке. Так вот, в этом году они будут выставляться в Салямпир. Это такой зал с 1 по 17 июля. И главное украшение выставки, конечно же, будет колес Plender of Nature. Называться будет оно Star of Monaco, звезда Монако. 150-каратное жерелье будет смотреть на вас. Ну, я увидела фотографию, честно, захватывает дух, потому что там, насколько я поняла, сапфир, розовый бриллиант, белый бриллиант. Выглядит роскошно. Но, 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 Star of Monaco, да, там же написано звезда Монако. Там действительно будет одна такая большая звезда. Даже если вы не интересуетесь ювелиркой, то я думаю, что вам стоит сходить на этот гала-ужин, потому что там будет сам Рональда. Представляете? Рональда. Я подойду и скажу Рональда. Обригадо. Это все, что скажу. Саудаджо. Это два слова, которых я знаю на португальском. Ладно, извините, не буду позориться. Но, тем не менее, хорошее мероприятие. И действительно будет очень много красивых людей, очень популярных людей. И звезд. Я думаю, что надену свое самое роскошное платье. И обязательно схожу на этот гала-ужин, который будет проходить в отеле Де Пари. Кстати, буквально вчера я побывала на Jumping International de Monaco, de Monte Carlo, конкур. Я посетила впервые такое интересное мероприятие. И могу сказать, что это было захватывающе. Это скачки с препятствиями. Безумно интересно. Мало того, что это красиво, но плюс ко всему это еще и невероятная энергетика. И, между прочим, не от людей, а от лошадей. Когда ты стоишь рядом, или, допустим, они просто скачут мимо тебя, чтобы мать природа сделала такую красоту. Я люблю лошадей. Но я их и боюсь. Честно, каждый раз, когда я садилась верхом, это было всего три раза в моей жизни, лошадь вставала на дыбы. Не знаю, с чем это связано, потому что последний раз это было в Москве, когда были съемки Космополитен видеоверсии. Я снимала какую-то актрису, которую как раз-таки нужно было снимать на ипподроме. Я говорю, дайте мне самую спокойную лошадь. Они говорят, вот это самая спокойная. Вот спокойнее не найдете. Я говорю, хорошо. Я села на нее. И что вы думаете? И она встает на дыбы. Свечку. Просто в свечку. Я ни разу не падала, но я не знаю, каким образом я хваталась, держалась. Я вот просто наматывала гриву вокруг своей кисти, руки. И просто думала, либо пан, либо пропал. Потому что я понимаю, что если я упаду, вдруг наступит, елки-палки, переломит меня. Но не будем агрустом, если честно, такого подобного ничего не было. Это лично мои страхи. Но красота превосходит все страхи. Потому что я понимаю, что я даже нарядилась, кстати, в тот день в таком поло, в стиле поло. Она выглядела практически как свояк среди всех наездников. Короче, удалось получить не то, что удовольствие, а просто какое-то блаженное удовольствие на этом мероприятии. И последнее открытие вот на этот час, на эту неделю, которое я сделал для себя, мне очень понравилось. «Белый медведь летом». А именно, в гостинице Фермонта Монте-Карло выставлены скульптуры широко известного художника Морона. Его мастерская находится по соседству с нашей студией, кстати, здесь, в порту Монако. Очень оригинальный взгляд скульптора Морона на округлые женские формы или круглые размеры наших меньших братьев. Кстати, в отеле Фермонт Монте-Карло выставлено несколько его скульптур. Очень красиво, необычно, а главное креативно и шедеврально. Ну, как-то опять пролетел этот час так быстро, боже мой. Хочется вещать хоть каждый день, но по крайней мере сейчас нет столько информации. Хотя, все возможно, если вдруг вы будете писать гораздо больше и чаще на нашу почту info. Собака.шикplanet.com Шик, я сказала, пишется через K. Присылайте ваши вопросы, либо вы можете писать мне в Твиттер, который тоже называется Виктория Боня. Мое имя пишется в английском варианте, через C, но Боня через Y. И, соответственно, пишите, ищите меня в Твиттере, в Инстаграме. Присылайте свои вопросы, либо к нам на почту, либо пишите на сайт шикplanet.com, где вы, кстати, можете слушать онлайн наше радио постоянно. Я буду стараться подбирать всегда для каждого своего эфира свою музыку, свой плейлист. Может быть, вам что-то хочется услышать. Кстати, принимаю заявочки, тоже пишите. К сожалению, но всегда всему приходит какой-то свой такой творческий конец, не побоюсь этого слова. Так вот, не хочется прощаться, но нужно. Поеду я дальше изучать Кодда Зюр, смотреть, что здесь интересного. Я была с вами Виктория Боня, очень рада была вещать для вас. Хочется пожелать вам приятных выходных и увидимся, вернее, услышимся. Боже мой, неужели я это сказала? Увидимся на следующей неделе. Да, есть такая привычка телевизионная. Услышимся с вами на следующей неделе. Я вас очень люблю. Я желаю вам всего самого лучшего, самого позитивного. Вообще, я, кстати, подумаю о том, чтобы открыть свое сообщество, женское сообщество, которое будет называться «Люблю жизнь» или что-то подобное. Можете присылать свои варианты названия этого сообщества. Кстати, мне тоже на почту или в Твиттер. Спасибо, что меня слушаете. Неважно, в какой точке мира вы сейчас находитесь. Важно, что у вас должно быть хорошее настроение, потому что все хорошо, жизнь прекрасна и удивительна. Мы с вами видим, слышим, ходим, можем говорить. А это самое главное. Значит, мы с вами живы и здоровы. Чего я вам желаю? Люблю. Виктория Боня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok I'm a host of imperfection And you see past all bad I'm a peasant by some standards But in your eyes I'm a queen You see potential in all my flaws And that's exactly what I mean I don't know why you love me And that's why I love you You catch me when I fall You accept me flaws and all And that's why you love me And that's why I love you And that's why I love you Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»